Ну и тему вооружения и дронов продолжим с военным экспертом Владиславом Селезневым. Он с нами на связи. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Да, коллеги, здравствуйте. Слава Украине. Героям слова. Давайте начнем с указа президента, который появился накануне вечером. Это указ о создании сил беспилотных систем в структуре вооруженных сил Украины. Что это подразумевает и как это будет работать? Новый род войск, безусловно, концентрация всех усилий и специалистов, и инструкторов. И я думаю, что производитель в определенной степени будет к этому процессу в определенной степени иметь отношение под единым руководством. Сейчас в дискуссии, кто именно будет назначен на эту должность, фамилия, которую я слышу, весьма информационно значимо и известно. Подождем соответствующих решений. Далее уже будем комментировать назначение, на самом деле, боевого офицера на эту очень важную миссию. Почему эта миссия важна? Чем дальше, тем больше нынешняя российско-украинская война получает признаки войны четвертого поколения. Это когда вместо людей на поле боевают техники, технологии и соответствующие ресурсы. Обратите внимание, насколько активно и российская оккупационная армия, и украинские силы обороны используют разные типы дронов. Причем не только воздушного, но и наземного, и надводного и подводного вариантов исполнения. Соответственно, крайне важный элемент, который усилит боевые возможности армии, принимающей участие в российско-украинской войне, оказывает и технологии, связанные с развитием радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Безусловно, важным фактором успеха или неуспеха на поле боя являются высокоточные аркетические снаряды и высокоточные ракеты. Все эти элементы абсолютно четко свидетельствуют о том, что чем дальше, тем больше нынешняя российско-украинская война становится войной четвертого поколения. И в этом смысле создание профильного рода войск является крайне важным элементом, который позволит нам систематизировать и боевое применение, а для того подготовку нашего персонала, который будет привлекаться к выполнению тех или иных боевых задач по прямому своему назначению. Касается и операторов разных типов дронов, и, соответственно, всей инфраструктурной системы, которая будет формировать эти самые подразделения и обеспечивать соответствующими задачами, техниками и ресурсами тех самых военнослужащих. В любом случае, решение принято. Далее начинается определенная бюрократическая рутина, связанная с оформлением документальных, с поиском источников финансирования, создания новой структуры в системе вооруженности Украины. Но я уверен, что с учетом и весьма-весьма такого детального внимания со стороны высших военно-прометических должностных лиц нашей страны, вопрос будет решен в короткие сроки, ведь ученики военно-продолжаются, и возможности именно в части создания армии ударных дронов являются крайне важным элементом, который будет усилить боевой потенциал российской оккупационной армии. И тогда российская оккупационная армия, а в противовес действиям российской оккупационной армии, действия украинских сил обороны, направленных в том же ключе, они будут создать как минимум баланс сил и средств. А есть в мире успешный пример вот таких именно сил беспилотных систем, то есть как отдельный род войск в вооруженных силах? Безусловно, опыт Украины в определенной степени является уникальным, но с другой стороны мы должны понимать, что война, которая многие десятилетия продолжается на территории Ближнего Востока, связанная с использованием соответствующих беспилотных летальных платформ, в том числе и армии ЦАХАУ, или государство Израиль, собственно говоря, не имеет соответствующей наработки. Я не готов говорить о детализации именно в части организационного управления этими всеми процессами, но наработки в разных странах мира имеют место быть. Хотя в части масштабности применения разных типов беспилотных платформ, я думаю, что Украина в этом смысле может дать фору многим и многим странам на нашем планете. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что и Российская Федерация также пытается в кратчайшие сроки адаптировать свои возможности, свои технологии, чтобы, как минимум, иметь паритет на поле боя. То есть фактически сейчас мы наблюдаем войну ресурсов. Ресурсов в части получения соответствующих возможностей по применению беспилотных платформ на поле боя. Опять же, мы должны четко понимать, что самим по себе беспилотная платформа является лишь одним из элементов того, который формирует то самое поле боя. Сюда следует также включать системы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, соответствующие разведывательные структуры и средства связи. Ведь нынешняя война, она чем дальше, тем больше становится войной, где используются техники, технологии и соответствующие алгоритмы, которые позволяют действовать с максимально высоким уровнем рационального и продуктивного результата. Вы сказали, что технологии действительно не стоят на месте, стремительно развиваются. Уже можем видеть результаты работы надводных дронов, наземных. Вот эти технологии как меняют сам принцип ведения боевых действий? Вот уже казалось, удивляться нечему. Есть разные дроны, но недавно появилась информация о первом удачном штурме позиции оккупантов с помощью украинского боевого робота, который управляется с воздуха. Как такие новинки могут повлиять на ситуацию на фронте? — Ключевая миссия, которая возлагается на беспилотные платформы, это сохранение жизни и здоровья операторов, которые пилотируют самые беспилотные платформы. Ведь действуя из защищенных помещений или каких-либо противоконационных сооружений, таким образом есть намного больше шансов сохранить жизни наших военнослужащих. И именно эта трансформация под такие условия ведения боя является ключевым элементом, который отличает войну четвертого поколения от войны предыдущего третьего поколения. Безусловно, тут мы должны четко понимать, что на всякое действие случается противодействие, и, соответственно, мы уже сейчас можем в рамках динамики российско-украинского противостояния проследить следующее. Россияне начинают активно использовать определенные виды дронов, которыми их операторы управляют на определенных типах и видах частот. Соответственно, операторы украинской системы радиоэлектронной борьбы начинают глушить те самые частоты, по которым управляются вражеские дроны. В свою очередь, противник пытается использовать иные типы частот для того, чтобы сохранить управляемость теми самыми беспилотными платформами. То есть это вечная гонка вооружений, вечная борьба технологий. И тут очень важно понимать, что синхронизация действий украинских сил обороны именно в контексте беспилотных платформ, которые в том числе будут достигнуты благодаря созданию профильного рода вооруженных сил, это, собственно говоря, позволяет нам быть несколько впереди вероятных действий противника. Но, опять же, не следует исключать, что, скорее всего, Россия не будет зеркалить нашу тактику и создавать соответствующий род войск в системе вооруженных сил Российской Федерации. Опять же, вспомним выражение генерала Залужного, главнокомандующей вооруженной силы Украины, который абсолютно говорит, что мы должны быть как минимум на шаг впереди российского агрессора в части использования современных тактик, современных алгоритмов применения вооружения, техники и иного оборудования, которое дает нам технологическое преимущество на поле боя. Противник должен постоянно ходить в роли догоняющих. Ну, а, соответственно, для того, чтобы мы были лидерами в этом процессе, нам необходимы, в том числе, определенные организационные и кадры, в том числе, решения. Но вот это преимущество в войне именно дронов, которые есть, как вы сказали, сейчас у Украины, оно может компенсировать другие недостатки. Например, беспилотники FPV типа могут ли компенсировать недостачу артиллерийских снарядов на фронте? Буквально перед эфиром я имею возможность ознакомиться с экспертным мнением одного из непосредственных участников этих процессов, связанных с активным применением разных типов дронов. Он обсуждает буквально следующее. Невозможно полностью заменить артиллерии использованием FPV дронов и, соответственно, FPV дронами заменить использование артиллерии. Разные боевые задачи и разные цели определяются для того или иного типа вооружения. Когда эти средства работают в комплексе, результат потрясающий. Когда же сегментированные эти элементы используются, результат оставляет желательно лучше. Безусловно, результаты есть, но они не могут гарантировать стопроцентное выполнение тех временных поставленных задач. И хотя профильный министр обороны Украины господин Иван Гаврилюк утверждает, что частично дроны могут компенсировать нехватку боеприпасов для украинской армии на поле боя, я думаю, что такой компенсаторный уровень может быть лишь весьма-весьма частичным и фрагментированным. И артиллерийские боеприпасы, в том числе высокоточные артиллерийские боеприпасы, и дроны разных типов, в том числе способные действовать в неблагоприятных погодных условиях. Все это необходимо на поле боя и в огромных количествах. Нынешняя война, война ресурсов. Линия фронта составляет как минимум 1350 километров, поэтому мы можем самое лишь только допустить, какое количество и артиллерийских боеприпасов, и дронов необходимо на поле боя. Если мы говорим про успех, есть украинская армия в рамках оккупации территории нашей страны в границе 1991 года. Хотелось бы перейти к заявлению Европейского Союза. Там предложили включить армию Украины в оборонный потенциал Европы. А что это значит? Насколько выгодно и нам? И сможет ли это помочь в борьбе с Россией? Безусловно, интеграция Украины в пространство безопасности коллективной Европы является весьма важным элементом. Но в любом случае любые договоренности и любые пакты подразумевают все-таки симметричные действия. То есть, соответственно, если украинская армия становится частью периметра безопасности коллективной Европы, то полагаю, что мы имеем право рассчитывать как минимум на военно-техническую полноценную поддержку со стороны Европейского Союза. До того момента, пока Украина не станет полноправным членом и Европейского Совета, и, соответственно, НАТО. Но как скоро все это будет реализовано? Какие варианты Союза будут предложены? Пока сложно прогнозировать. Прозвучало лишь одно политическое заявление. Опять же, политические заявления мы в ходе нынешней Российской Украинской войны, а я хочу напомнить нашу аудиторию, что фактически 10 лет идет война, от февраля 2014 года. Мы за эти годы слышали их немало, политические заявления. Все ли они были трансформированы в реальные практические действия, соответственно, риторические. Поэтому заявление чудесных, практические действия, направленные на усиление боевых возможностей украинской армии, украинской силы обороны, вот что является ключевым фактором, который либо же формирует пространство доверия между Украиной и нашими западными партнерами, либо же совершенно четко артикулирует следующее. Украина, в первую очередь, должна акцентироваться и полагаться на свои силы и средства. Ну вот ускорит ли это передачу F-16? Украинские пилоты уже практически на финальном этапе обучении, уже поднимают в небо американские истребители. Об этом сообщают в воздушных силах страны, нашей страны. В то же время Нидерланды заявили о готовности передать не 18, как планировалось ранее, а 24 борта. И сейчас ожидается передача уже 42 самолетов в общем. Владислав, по вашему мнению, это реально? И вот эта интеграция, она поможет быстрее получать ту технику, те снаряды, которые нам так необходимы? Безусловно, интеграция, это всегда способствует реализации тех или иных горизонтальных и вертикальных связей, в том числе и в рамках военно-технического сотрудничества. Убираются некоторые бюджетические препоны и некоторые элементы военно-технического сотрудничества можно решать будет напрямую, а не выводить их, допустим, на формат Рамштайн 50+. Это крайне важно, но мы должны с вами понимать в контексте передачи военной техники от наших западных партнеров несколько очень важных элементов. Первый элемент – состояние, военно-техническое состояние, то есть самая авиационная техника, которая передается для нужд украинской армии, то самое вооружение, которое идет в комплекте с этими самолетами. Генерал Сергей Наев заявляет, что в перспективе мы можем получить ракеты в комплекте с истребителями Ф-16, способные поражать вражеские цели на расстоянии 300-500 километров. Хорошая новость, но, безусловно, заявление – это история чудесная. Хотелось бы реально увидеть кейс военно-технических поставок, в том числе и с ракетами, которые способны преодолевать такие расстояния, в том числе на многоуровневую и очень мощную систему противовоздушной обороны противника, и успешно поражать вражеские цели. В любом случае, варианты передачи техники и вооружения весьма важны, и в этом контексте мы должны понимать ресурсные возможности нашей страны. А имеем ли мы достаточное количество пилотов, которые будут способны управлять таким количеством боевой техники, имеем ли мы достаточное количество технического персонала, который будет обслуживать и готовить к боевым вылетам эти самые истребители. Ведь мы помним, что на каждого боевого летчика приходится до 10 человек технического персонала, который должен проводить регламентные работы, готовить боевую технику и вооружение непосредственно к боевому применению. Ну и плюс, готова ли у нас инфраструктура, где будут дислоцироваться эти истребители, и в плане создания периметра безопасности на этой инфраструктуре, и в плане готовности всех технических помещений, оборудования, равно как и персонала к приему этой авиационной техники и ее обслуживанию. Вы сейчас вспомнили заявление Наева по поводу боеприпасов дальностю 300-500 километров, но был же некий запрет от западных партнеров на поражение военных целей в глубоком тылу России. Эти ракеты, если они приедут, получается, что нужно его будет снять этот запрет? Я думаю, что дискуссия на эту тему продолжается, дискуссии весьма непростые, но я полагаю, что у тех ракет, о которых говорит генерал Наев, в принципе, немало будет боевых целей и на временно оккупированных территориях нашей страны, ведь порядка 20% территории нашей страны находятся под вражеской оккупацией, соответственно, военная инфраструктура на этих временно оккупированных территориях противников создается, развивается и в определенной степени трансформируется, поэтому цели для этих ракет будет немало и на территории Луганской и Донецкой области, соответственно, на территории Крыма и Севастополя. Что же касается кейса получения разрешения на применение боевой техники и вооружения по, как минимум, европейской части Российской Федерации, я думаю, что дискуссия до сих пор продолжается. И пока эти дискуссии продолжаются, украинская армия использует национальные разработки, в том числе дроны, которые способны уничтожать вражеские цели, как мы видим, на расстоянии до 1250 километров. Уверен, что дальше будет больше, ведь огромное количество и военных объектов, и объектов военной промышленности Российской Федерации, рано как и объектов критической энергетической инфраструктуры Российской Федерации, уже давно ждут, полагаю, встречи с нашими дронами, с нашими ракетами. Это крайне важно. Таким образом мы понижаем боевые потенциалы российской армии, а это значит, что все эти процессы способствуют успеху украинской армии в ее действиях на поле боя. И как раз таки ждать осталось недолго, так ответил командующий военно-морскими силами Украины на вопрос, что будет с Керченским мостом. Дождаться осталось F-16 с вот этими ракетами или в Украине уже хватает оружия, которое способно дотянуться до этого незаконно возведенного строения в Керченском проливе и просто нужно выбрать правильный момент. Я полагаю, что в настоящее время Украина пока еще не имеет технических ресурсов и возможностей для того, чтобы разрушить со стопроцентной эффективностью сооружение Керченского моста. В определенной степени этот вопрос могли бы решить ракеты от немецко-шведских производителей типа Таурус. У них боевая часть такая, которая способна уничтожать именно сооружение из стали-бетона, которым является то есть тот самый Керченский мост. Дискуссия о передаче такого типа ракет до сих пор продолжается. Как скоро будет этот вопрос решен, сложно прогнозировать, потому как видно, что не спешат наши немецкие партнеры реализовать кейс военно-технической сотрудничества именно в этом направлении. Хотя давление на наших немецких политиков осуществляется не только представители макроэнергии и дипломатии, но и, собственно говоря, многие западные наши партнеры настаивают на передаче именно этого типа вооружения. Но пока вопрос не решен, поэтому прогнозировать, каким образом можно будет разоружить Керченский мост, не следует. Безусловно, российская пропаганда постоянно заявляет, что Керченский мост надежно охраняется с воздуха, с земли, с воды и из-под воды. Но с учетом тех позитивных новостей, связанных с применением разных типов дронов украинскими силами обороны, я думаю, что не следует быть российским пропагандистом настолько самоуверенными, чтобы быть уверены в том, что в этом 24-м году Керченский мост устоит. Но и заниматься, скажем так, те, что себя иллюзиями, тоже не следует. Война продолжается. Противник весьма и весьма серьезен, и он привлекает огромное количество ресурсов, чтобы сохранить важный стратегического уровня объекты целыми и невредимыми. Поэтому гонка вооружений, гонка технологий, гонка возможностей и далее будет продолжаться. В этом смысле я ставлю на наших, потому как асимметричные действия, часто нестандартные действия, которые реализуют и украинская служба безопасности, и украинские разведчики, равно как и украинские партизаны, которые действуют в разных регионах временно оккупированных Российской армией территории Украины, они демонстрируют потрясающие результаты. Уверен, что 2024 год будет отмечен именно яркими событиями такого ПКЛ-ного уровня, в том числе и в Крыму. Как минимум, об этом в свое время, в начале года говорил президент Украины Владимир Зеленский. Ну, будем ждать этих ярких событий. По поводу пополнения авиапарка Украины французские СМИ сообщают, что наша страна таки надеется достичь договоренностей и получить еще и французские истребители «Мираж-2000D». И планируют вот этот вопрос обсудить во время визита президента Макрона, который должен состояться уже в этом месяце. А расскажите, а что это за самолеты? Насколько они совместимы вот с тем авиапарком, который у нас есть? И надо ли переучиваться нашим пилотам? Безусловно. Любая западная авиационная техника требует весьма щепетильного подхода и соответствующей программы подготовки для подготовки. Безусловно, базовые навыки наших летчиков тому способствуют, но тут же нужно понимать, что мало подготовить наших пилотов, необходимо еще подготовить техников. Ведь французские «Рафали» они по части оборудования и иных составляющих элементов этой авиационной техники радикально отличаются от тех самых АВ-16 или наших МИГ-29 или Су-27. Безусловно, процесс подготовки не только технического и летного персонала, но и соответствующая инфраструктура, он весьма и весьма принципиален, если мы хотим использовать такую боевую технику с максимальной эффективностью. Дискуссии такого уровня идут не только с нашими французскими партнерами, но и с нашими шведскими друзьями. Дай бог, дай бог, чтобы вышла, ведь авиационная техника нам на самом деле крайне нужна. В свое время представитель командования воздушных сил поклонник Юрий Игнат говорил, что нам необходимы истребители порядка 130 единиц для того, чтобы полностью обновить авиапарк старых, еще в советских времен наших истребителей, наших штурмовиков. Поэтому есть над чем работать и я надеюсь, что постепенно реализовывая кейс военно-технического сотрудничества с нашими западными партнерами мы получим необходимую авиационную технику, ведь это крайне важно. Два ключевых элемента. Первый, это усиление наших возможностей системы противовоздушной обороны от воздействия тех самых вражеских ракет и дронов. И второй кейс, это усиление воздушной поддержки действий украинской армии как на сухопутных участках линии боевого столкновения, так и, соответственно, над акваториями Черного от перспективы Азовского моря. Будем надеяться, что вскоре мы сможем уже с вами обсудить эффективную работу этих новых самолетов, которые поставят западные партнеры Украине. Спасибо, Владислав, что присоединились к нашему эфиру. Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер вооруженных сил Украины, был с нами на связи.